Внимание, вы не можете поверить, сколько народу приходит, и, конечно, соцсетями, связанными с Инстаграмом, Фейсбуком, это дает совершенно другой, сейчас, как говорят, контент, контекст. Спасибо. Я еще хотела добавить на один специальный показ, который пройдет в рамках фрисмаря, опять-таки, потому что все в мире будет длинно. В прошлом году состоялся премьер-работание в балетах ведения групп, и у нас там вот показа в программе, то есть нужно показать трансляцию этого модерна, и нам посчастливилось, что у нас в этом году в фестивале участвует великая Александра Юрьевна, которая может идти на специальный показ, только, по-моему, главная сообщественная. В этом году у нас, естественно, это не соответствует. Это будет компания Вейна Магрэдера, которая предоставит свой балет в России. Это будет достаточно сейчас прогрессивный, известный хореограф Джастин Пепп, который в его постановке... Несколько лет назад я его хотела пригласить как молодого хореографа. Сейчас он себя так уже зарекомендовал, его расписание расписано чуть ли не как в 20-х годов, и по всем трупам, особенно в Америке, да даже в Париже, да, на карао уже есть его постановки. Поэтому достаточно новое имя для российского зрителя, но это уже достаточно закрыто, неудобное и известное имя в Америке. Джастин Пепп, не забывайте, обратите внимание. Также, конечно, новая постановка «Угоема» от Рассандо, который будет представлен на накалы. И звезды, те, которые уже Софья создала Александр Фрея, уникальная балерина. Это определенный был один из моих, когда я была еще только начинающей. И для меня она была очень важна, потому что те работы, которые она показывала, и всегда я не очень ориентировалась, мне была очень близка балерина. И потом я стала вместе с ней работать в MBT, и как раз таки присутствовала при том, как она завершила свою карьеру. Блистательно завершила совершенно, хочу повторить, уникальную балерину, таланта. И еще в свое время ее Макмиллан заметила, и она процессовала все его работы. Потом ее заметил Михаил Барышников, и она стала бремя балериной американского MBT. И потом, как после завершения, когда я перед завершением, она была в прекрасной форме, когда я задала вопрос Александру, как же так, почему вы уходите, она говорит, ну вот я решила для себя семейные обстоятельства, личные, только не увижу абсолютно спектр современного балета. Она сказала, мне это неинтересно. Я для себя так думаю, ну надо же так, как же так, такая в полной силе, в полной форме. И мне было как-то жарко, и вот тебе, пожалуйста, через семь лет, не будучи совершенно ни работой, ни занимаясь, она возвращается. Она возвращается в классический балет, у нас называла Роман Джульетто, и она сейчас занимается современным постановки Макгрегора на нее делаются, и другие хореографы. Наймайер поставил в нее балеты. Поэтому, вот, пожалуйста, это невероятная история, когда балерина, завершив карьер, через семь лет возвращаясь на сцену в полной силе, и в совершенную, это не, это единичный, конечно, случай. Поэтому это имя очень известного России, что балерина того поколения, она приезжала еще с Хулио Бока на первую, я помню, «Бенуа беда танц». Это кассета, которую мы танцевали под этой Чайковской, она просто у меня была затерта. Я, конечно, по ней много что учила и всегда брала в будущей юной балерине.